МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу событий в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. Почетные грамоты и письма участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. В преддверии Дня Победы глава Самары Елена Лапушкина встретилась с участниками ветеранских организаций на праздничном концерте. Узнать о задолженностях и штрафах при помощи уведомлений. Федеральная налоговая служба подключила СМС и имейл о повещении для граждан. Лучший пример сотрудничества, бизнес-сообществ и городских властей. На новой аллее предпринимательства вскоре зацветут каштаны. Очередной трофей в копилке телеканала «Самары ГИС». Автор и ведущая программы «Обернитесь» Инесса Панченко завоевала награду на благотворительном кинофоруме «Шередарь». Без медалей впервые за пять лет баскетболисты Самары заняли четвертое место в Суперлиге. Акцию «Бессмертный полк» в этом году проведут сразу в двух форматах – очном и онлайн. Для участия в очном шествии по Самаре заранее регистрироваться не нужно. Достаточно прийти на место в назначенное время с фотографией участника Великой Отечественной войны. Формирование колонны «Бессмертного полка» начнется в 8 часов утра на пропускных пунктах. Основной вход на КПП организуется улица Высоцкого со стороны Галактионовской. Пройти также можно будет с улицы Некрасовской со стороны Галактионовской и Чапаевской, а также с пересечения улиц Ленинградской и Молодогвардейской. Участники патриотической акции стартуют одновременно в разных городах Самарской области 9 мая в 11 часов утра. А вот чтобы принять участие в онлайн-шествии в этом году, потребуется предварительная регистрация. Она пройдет до 7 мая включительно. Желающим необходимо заполнить заявку на сайте проекта 2022.polkrf.ru. Кроме того, заявку можно подать и в мини-приложениях в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Для участников ветеранских объединений и организаций в преддверии 9 мая в Самарском окружном доме офицеров прошел праздничный концерт. Слава благодарности ветеранам войны и труженикам выразили глава Самары Елена Лапушкина и председатель городской думы Алексей Дегтев. Также они вручили им благодарственные письма и почетные грамоты. Андрей Горгуленко продолжит. Александр Владимирович Любимов в свои 97 лет уверенно поднимается на сцену, чтобы получить почетную грамоту. Он участвовал в боевых действиях на Карело-Финском фронте, затем на Третьем Украинском. Долгожданный день победы встречал в небольшом городке около Вены. Ночью, когда через комендатуру узнали, что это самое, конечно, мы никому не дали спать. Палили все в небо, все ракеты и все прочее, сигнальные. Все было пущено в воздух. Вот там мы встретили этот день победы. Награждали на праздничном концерте в окружном доме офицеров не только участников боевых действий, но и тружеников тыла, которые внесли не меньший вклад в победу. Иван Убогов трудился недалеко от станции Обшаровка. Там готовили продукты питания для фронта, а также обслуживали зенитные комплексы. Работали по 12 часов каждый день, понимая, для чего необходим их труд. Руками своими создавали. Не ля-ля разводили, а руками. Я тогда еще понимал, Куйбышевская область, она решала главный вопрос. Она, во-первых, на путях между Сибирью, Средней Азией и Европой. В то же время, значит, Куйбышев упускал тогда зенитные ракеты и снаряды. Почетные грамоты ветераны войны и труда получили из рук главы Самары Елена Лапушкиной и председателя городской думы Алексея Дегтева. Сколько бы ни прошло лет, сколько бы ни прошло десятилетий, мы никогда не устанем благодарить вас. Вы показали нам пример мужества, отваги, искренней любви к своему отечеству. Именно на вашем примере воспитаны те ребята, те бойцы, которые и сейчас отстаивают нерушимость наших границ и защищать наших родных и близких. Я говорю огромное спасибо и фронтовикам. Я говорю огромное спасибо и труженикам тыла за то, что имею возможность и честь стоять на этой сцене и кланяться вам в пояс. Я желаю, конечно, вам всем здоровья. Пусть родные и близкие окружают вас заботой и любовью. Также в зале присутствовали участники различных ветеранских сообществ и организаций. Для всех гостей были подготовлены выступления с военными песнями и мелодиями тех лет. Идет война народная, священная война. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. С наступающим Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны поздравили и юнормейцы. Вместе с учащимися 64-й школой слова благодарности выразил глава железнодорожного района города Вадим Тюнин. Подробности в сюжете Михаила Ермоленко. Вот так, маршируя ровным строем из песни, юнормейцы 64-й школы поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны. В железнодорожном районе Самары их осталось всего 12 человек. Переоценить вклад этих людей в победу невозможно, говорят юнормейцы. Поэтому для них честь отблагодарить тех, кто стал героем при жизни. Поздравляем вас с наступающим праздником Великой Победы. И желаем вам крепкого здоровья и долгих лет жизни. Спасибо за победу и мирное небо над головой. Памятные подарки от администрации города и губернатора Дмитрия Азарова ветеранам вручил глава железнодорожного района Вадим Тюнин. Это люди, подвиг которых на самом деле переоценить невозможно. Люди, которые нам подарили мирное небо над головой. И в общем-то, за что им огромное спасибо и низкий поклон. Помимо торжественного поздравления ветеранов Великой Отечественной войны, на территории парка Щерса в железнодорожном районе также планируется праздник, посвященный 9 мая. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События. Как сделать территории в своем районе чище, уютнее и красивее при помощи одного клика в интернете? Глава Самары Елена Лапушкина встретилась со старшеклассниками Самарской школы номер 3 и рассказала о федеральном проекте формирования комфортной городской среды, благодаря которому новую жизнь апрелли сквер Фадеева, Аврора, Речников, Крымская площадь и многие другие городские локации. Глава города напомнила школьникам, что принять участие в голосовании за топ-20 общественных пространств можно с 14 лет. Любое пространство, которое мы благоустраиваем, мы его выводим на так называемое рейтинговое голосование. Что это такое? Все вы знаете наш город. Какие-то пространства вам нравятся, какие-то не нравятся. Но эти пространства для вас очень важны, вы хотите их привести в другой внешний вид. Вы хотите поучаствовать, чтобы именно эта территория была благоустроена. После того, как у нас отбирается топ-20, вот эти 20 территорий выносятся уже на рейтинговое голосование. И в зависимости от того, какая территория займет призовые места, именно эти территории и будут благоустраиваться в следующем году. Ознакомиться с пространствами, которые претендуют на благоустройство в 2023 году и условиями голосования можно на сайте 63.городсреда.ру. Для участия в голосовании необходимо пройти авторизацию на платформе госуслуги «Решаем вместе». За сутки в Самарской области зафиксировали еще 88 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе 382 295 человек. Такие данные в четверг 5 мая опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 93 заболевших всего с начала пандемии. Из больницы выписали 373 048 пациентов. Для роста и развития представители бизнес-сообщества высадили Каштановую аллею на территории стадиона Самар-Арена ко Всероссийскому дню предпринимательства, который празднует 26 мая. Такая экологическая акция проходит в Самаре впервые. Подробнее в нашем материале. Каштаны прекрасны в цвету, а еще это символ богатства и процветания. Именно их выбрали самарские предприниматели, чтобы внести свой символический вклад в благоустройство города. Место для аллей выбрано знаковое для каждого самарца – стадион Самара-Арена. Мы знаем хорошо историю купечества Самары. И знаем, что Самара славилась своей благотворительностью и меценатством. И мы хотим тоже оставить на века будущим поколениям эту прекрасную аллею Каштанов для того, чтобы они видели, что предприниматели продолжают традиции меценатства. Администрация Самара инициативу поддержала, ведь аллея украсит город, а развитию и популяризации предпринимательства придается особое значение. У нас существует программа поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Денежные средства в данном направлении с каждым годом увеличиваются. Там присутствует и грантовая поддержка, и многое-многое другое. В прошлом году 41-му субъекту малого и среднего предпринимательства возместили затраты, связанные с уплатой процентов по кредитам. На общую сумму – 11 миллионов рублей. Экологическая акция – пример сотрудничества бизнес-сообщества и городских властей. Мы высаживаем аллею предпринимательства. Это такой символ для всех предпринимателей, для всех людей дела. Показать, что мы не только люди, которые создают бизнес, но мы еще и готовы делать такой символичный вклад в благоустройство нашего родного города. Поэтому для меня, конечно, это важно. Я не мог оказаться в стороне. Администрация городского округа Самара продолжит поддерживать инициативы, которые направлены на популяризацию и развитие малого и среднего предпринимательства в столице региона. Ольга Павлов, Юлия Василькина, Василий Колдашов. События. Своевременно узнавать о своих задолженностях и штрафах стало проще. Теперь информацию о налоговой просрочке можно получать при помощи СМС-оповещения и электронной почты при условии письменного согласия граждан на рассылку. Как подключить услугу, узнали наши корреспонденты. Альбина Довыденко решила воспользоваться подпиской на СМС-уведомления от налоговой службы для того, чтобы своевременно узнавать о своих задолженностях. Для этого она оформила письменное согласие на рассылку. Теперь инспекторы будут информировать жительницу Самары о возможных долгах на численных процентах и штрафах. Информация отправляется пользователям один раз в квартал. Подключение к СМС и e-mail уведомлением бесплатное. Это очень удобно, потому что мы не часто в личный кабинет, не каждый день смотрим, а это придет либо на телефон, либо на электронную почту. Я знаю, что все здесь сотрудники работают очень оперативно, очень по-доброму, все расскажут, объяснят, перенаправят, если надо, к другим сотрудникам. Удобство сервиса очевидно, отмечают те, кто уже успел воспользоваться услугой. Благодаря подписке на уведомления налогоплательщик сможет избежать блокировки счетов и получит возможность оплатить за должность или предоставить Федеральную налоговую службу доказательства об отсутствии долговых обязательств. Нередко срабатывает человеческий фактор и счета выставляют ошибочно. Все мы с вами владеем по автомобильным транспортом, квартирами, дачами, гаражами, земельными участками. Несмотря на то, что срок уплаты налога у нас единый 1 декабря, и каждый год мы эти налоги платим, иногда бывает, что налогоплательщики просто забывают. Если у налогоплательщика нет личного кабинета и он не следит постоянно за состоянием своих налоговых обязательств, то налоговый орган для этого направляет информацию, если вдруг у налогоплательщика появляется какая-то задолженность. Также появится возможность выиграть дополнительное время, чтобы решить спорную ситуацию. Если оперативно отреагировать на требования, то налогоплательщику предоставят статус, полученный в электронном виде. Это означает, что у юридического лица или индивидуального предпринимателя будет 20 дней вместо 8 на исполнение налогового требования, а у физического лица не менее 30 дней. Своевременное погашение долга поможет избежать штрафных санкций. Ольга Павловна, Елена Чернявская, Сергей Баскин. События. Приобщиться к истории родного края предлагает старшеклассникам городских школ Поволжский историко-культурный фонд. В социальном проекте участвуют 14 образовательных учреждений. Проект реализуется при поддержке администрации города и Министерства экономического развития региона. На встречах подросткам показывают документальные фильмы и выставки о двух почетных гражданах Самары – Головкине и Каркарьяне. Тему продолжит Сергей Кизоркин. В актовом зале гимназии нет свободных мест. Старшеклассники пришли на киномарафон «Самарская губерния. Золотой фонд». Этот культурно-просветительский проект для самарской молодежи организовал Поволжский историко-культурный фонд при поддержке правительства Самарской области и администрации Самары. В нем участвуют 14 городских школ и три района губернии. Документальные фильмы, киноперспективы рассказывают о губернаторах, градоначальниках родного края и выдающихся земляках, которые много сделали для развития области. В актовом зале параллельно работает выставка 30 рисунков «Самара. Любовь моя» легендарного архитектора Вагана Каркарьяна. Его наследием горожане гордятся. Это вторая очередь набережной, дом правительства, известный как Белый дом, дворец бракосочетаний, монумент славы. Выставка для школьников – экскурс в историю архитектуры и зодчества Самары. По мнению лектора-искусствоведа Владимира Вострикова, эти знания подрастающему поколению обязательно пригодятся. Всегда надо знать историю родного города, а также уметь видеть, рассказывать какие-то особенности этого замечательного мегаполиса, потому что приедут гости, и они будут спрашивать вас. Будут спрашивать о памятниках, которые здесь установлены, о красивых домах, об улицах и так далее. И вы должны обладать информацией, чтобы объяснить. Это же для вас родной город. Зрители киномарафона «Самарская губерния Золотой фонд» примут участие в литературно-историческом конкурсе «Золотой эссе губернии». Победителей определят в нескольких номинациях «Исторические личности», «Памятники архитектуры», «Наши современники» и «Самарская губерния, устремленная в будущее». Эксклюзивные авторские призы предоставит член Союза художников России скульптор Дмитрий Власов. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. О других событиях дня расскажем в нашем видеообзоре. Самарцам рассказали, как будут ходить речные суда в праздничные дни. 8 и 9 мая рейсы выполняются по расписанию субботы, а 10 мая по расписанию воскресенья, проинформировали в Самарском речном пассажирском предприятии. В остальные дни рейсы будут ходить в соответствии с установленным расписанием. Городские автобусы 70 маршрута пустили в объезд. Как сообщили в телеграм-канале перевозчика, это связано с проведением аварийных работ на водопроводной линии по улице Промышленности от Измайловского переулка до улицы Советской армии. Объезд автобусов номер 70 осуществляется по улицам Советской армии, Мариса Тореза, Энтузиастов, Аэродромный и далее по маршруту в направлении сквера Санфировой, говорится в сообщении. Последние звонки в Самарской области пройдут 24 мая. Они начнутся в 15 часов. Об этом рассказал глава регионального Миноборнауки Виктор Акопьян. По его словам, день для проведения последних звонков выбран для того, чтобы выпускники успели психологически подготовиться к единому государственному экзамену после праздника. Первые экзамены пройдут уже 26 мая, у детей будут сутки на отдых. Не случайно выбрано и время. Старт торжеств назначили на вторую половину дня, так как утром 24 мая в регионе пройдет сдача основного государственного экзамена. А в копилке телеканала Самара Ги с очередной трофеей. Фильм «Елена Прекрасная» автор и ведущий программы «Обернитесь» Инесса Панченко завоевал награду на благотворительном кинофестивале «Шеридарь». В этом году он прошел во Владимирской области на базе детского реабилитационного центра с одноименным названием. О том, как далась победа и почему членов жюри растрогала современная история о Елене Прекрасной, узнала Ольга Павлова. Теперь она уже верит и ничуть не сомневается в том, что награда достойная и по-настоящему заслуженная. Инессу Панченко аплодисментами встречают коллеги. А еще несколько дней назад победа в конкурсе казалась нереальной. Ведь на телеканале Самара Ги сработают недокументалисты, делится ведущая программа «Обернитесь». Но когда объявили победителя, возникло ощущение непередаваемого счастья, похожее на то, которое приходилось испытывать в детстве. Когда ты достигаешь какого-то уровня в профессионализме, мне кажется, каждому человеку хочется уже большего. И я вообще мечтала о документалистике давно. И такое счастье, что мне руководство телеканала дает возможность это делать. Несмотря на то, что мы, в общем-то, не киношники, а телевизионщики. Ну вот, решение было принято. А, собственно, почему нет? Мы же можем, нам надо было себя показать. В этом году кинофорум «Шаридарь» прошел уже в шестой раз. На участие в конкурсе поступило 175 заявок из 37 регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Их количество организаторы называют рекордным. Работу оценивали по семи номинациям. Среди них «Спешите делать добро», «Включение», «Подвижники», «Телевизионный сюжет», «Репортаж на социальную и благотворительную тему» и другие. Героиня программы «Елена Прекрасная» свела с ума всех. И коллег, и жюри фестиваля. Это действительно уникальный человек, женщина, которая много лет была в зависимости от алкоголя, которая признается, что, в общем, она считала, что все, уже дни ее сочтены. Тем не менее, она это преодолела, и сейчас она не просто помогает людям, а она помогает тем, кому не помогает никто. Для тех, кому не помогает никто, Елена приносит одежду, обувь, продукты, все самое необходимое. Люди разные, отмечают героиня. Одного обманули, оставили без квартиры, от второго из-за инвалидности отказались родственники. Другой и вовсе оказался на улице по причине алкогольной зависимости и потерял все. И кому как не ей знать, каково это. То сердце схватит так, что просто не встать, не сесть, в глазах темнеет, то эти бессонницы, эти страхи, эти панические атаки, эти состояния, ну все уже. И я ходила, и у меня постоянно мысли в голове, вот как дятел. Я так больше не могу, я так больше не могу, я так больше не могу. Я тогда молитву произнесла. Я молитву особо не знаю, я просто сказала, Господи, помоги мне или забери меня. Я так больше не могу. Плакать хочется. Сегодня она поет, она стрижет, она ездит в дома престарелых. Делает все для того, чтобы эти люди чувствовали себя нужными. И они проникаются. Ровно так же, как члены жюри кинофорума «Шеридарь», который прошел во Владимирской области в одноименном реабилитационном центре, где ставят на ноги детей после тяжелых, в том числе онкологических заболеваний. Сама героиня, она, конечно, замечательный человек. И, в общем, тем больше таких людей в жизни, тем лучше и краше жизнь. И то, что она не унывает, и то, что вообще все, что происходит вокруг нее, вот это вот самое главное, что всем членам жюри это все было очень симпатично. У нас очень большие сложности были в выборе победителя в этих номинациях, потому что работы настолько, они настолько стали профессиональными и с кематографической точки зрения, и в смысле выполнения, и соответствующих задач служения идеи благотворительности, что у нас действительно были и жаркие споры, и растерянность, и желание поощрить. Поощрить абсолютно всех за яркие и по-настоящему талантливые работы, отмечают организаторы, к сожалению, не удалось в силу обстоятельств. Но те, что остались в сердце, завоевали свои заслуженные награды. Теперь и в копилке телеканала «Самара ГИС» свой достойный внимания трофей. И победа эта не последняя, ведь проект «Обернитесь» только начинает свой путь, как и многие другие заслуживающие внимания проекты и истории, созданные дружным коллективом телеканала «Самара ГИС». Крылья Советов готовится подарить своим болельщикам главный подарок на 80-летний юбилей клуба – победу в матче против московского «Динамо». А баскетболисты «Самары» завершили свой сезон в Российской Суперлиге. В этот раз без медалей. Подробности в нашей спортивной рубрике. Футболисты и тренерский штаб «Крыльев Советов» продолжают подготовку к матчу 28-го тура чемпионата России против «Динамо», на котором «Самарцы» отметят 80-летие клуба. Для болельщиков будет подготовлена большая праздничная программа. В самом матче из-за дисквалификации не сможет сыграть Александр Солдатенков, получивший четвертую желтую карточку в игре против «Спартака». А Денис Якуба и Глен Белл отбыли свои дисквалификации и смогут выйти на поле. Игру будет обслуживать арбитр Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. В этом сезоне он судил два матча «Самарцев», в обоих «Крылья» уступили. Баскетболисты «Самары» заняли четвертое место в Российской Суперлиге. В бронзовой серии «Самарцы» не смогли взять ни одного матча у «Темпсумзу» ГМК. В концовке первой встречи «Самара» уступала 9 очков, но смогла свести отставание к минимуму. Но вырвать победу последним броском не получилось – 93-95. Изменить ситуацию не удалось и в концовке второй игры – 82-87. На последних минутах все решалось и в третьей встрече, и вновь сильнее оказались уральцы – 89-94. 0-3 в серии «Самара» остается без медалей впервые с 2017 года. Уроженка Тольятти Дарья Касаткина не сумела пробиться в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA 1000 в Испанском Мадриде. В третьем раунде Касаткина проиграла представительница Испании Сари Саребе-Стормо со счетом 4-6-6-1-3-6. Продолжительность встречи составила 2 часа 32 минуты. Касаткина ни разу не подала на вылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 9 брейкпоинтов из 14. На счету ее соперницы – 1 эйс, 5 двойных ошибок и 9 использованных брейкпоинтов из 17. Эксклюзивный проект телеканала «Самара ГИС». Обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. В Самаре все желающие смогут проголосовать за смену зонирования парка 60-летия советской власти, говорится в телеграм-канале руководителя пресс-службы мэрии Елены Рыжковой. 17 мая в 17.30 в школе номер 32 пройдут публичные слушания по смене зонирования на участке, принадлежащем одной из частных компаний города. К обсуждению приглашают всех заинтересованных жителей Самары, а также представителей предприятий и организаций. Для этого необходимо зарегистрироваться по телефону 337-49-27. В телеграм-канале Кировского района рассказали, как проходят мероприятия, приуроченные к 9 мая. На тематических уроках школьники узнают о героях, которые вынесли неоценимый вклад в Великую Победу. Ученики посещают школьные музеи, участвуют в изложении цветов к мемориальным стеллам и доскам. На фотографиях учащиеся 38-й и 47-й школ города. 5 мая после проведения музыкального марафона на площади Куйбышева будет усилена работа общественного транспорта, информирует администрация города в своем телеграм-канале. Так, на улицу Самарскую с 21 до 21.30 подадут дополнительный подвижной состав. Автобусы будут ожидать пассажиров между улицами Красноармейская и Льва Толстого. Транспорт отправится по 8 маршрутам – 1, 24, 26, 34, 37, 41, 47 и 67. Кроме того, с минимальным перерывом будет организовано курсирование трамваев по номерам 3, 5, 20 и 22. Глава Ленинского внутригородского района Елена Бондаренко в своем телеграм-канале напоминает жителям, что в перечне объектов для преображения в будущем году выдвинут сквер Монастырского. Голосование за объекты благоустройства 2023 года идет на платформе 63.городсреда.ру и продлится до 30 мая. Принять участие в нем могут самарцы старше 14 лет. Необходима авторизация на платформе «Госуслуги. Решаем вместе». На этом наш выпуск завершен. Продолжайте читать наши новости на официальном сайте Самары ГИС, на страничках в Одноклассниках и во ВКонтакте. О выпуске новостей смотрите на платформе Рутюб. Все вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова